Здорово, YouTube! Сегодня будем разбирать баги, которые пофиксили разрабы в следующем патче, потом карты, которые бафнули, понерфили и изменили описание. Потому что вышел июльский патчноут через неделю после прошлого, но он настолько странный и непонятный, что больше чем в Welcome Set ничего не изменили и в большей части спойлер опять понерфили природу. А перед тем, как я начну, подписывайся, ставь лайк и звони в колокола. И мы начинаем. Новый патчноут. Пофикшенные баги. Эффект Блэйсинга. С ним была проблема, ее починили. Починили кнопку репорта, можно было, и с ней была проблема, она крашилась. И теперь ее починили. Также изменили, то есть починили силу багов, когда она зависала на экране загрузки. Эти баги пофиксили. Дальше. Они решили, что начальным игрокам слишком не хватает стартерной колоды. То есть она не особо играбельная. И поэтому они решили изменить Welcome Set. Собственно говоря, толку от этого нету. Первая карта, которую они изменили, это Урсу Ринг. Она стоила, как они пишут, 6 маны и не изменили на 3 маны. Но на самом деле она стоила не 6 маны, а 5 маны. То есть и была карточка. Точнее есть карточка в Mortal Set, которую я использую в своей колоде друида. Она за 5 маны призывает случайные 5-мановые вайлд-животные и наносит урон сильнейшему врагу. Теперь, из-за того, что этот медведь стал стоить не 5 маны, а 3 маны и имеет характеристики 4-3 вместо 6-5, они таким образом понерфили эту карту. Собственно говоря, опять скрытый нерв природы. Какого хрена? А эта карта была очень сильна, так как за 6 урона она могла пробить Enforcer, но она могла и не выпасть. Но если она выпадала, то удача, а мы пробиваем Enforcer и идем дальше. Конечно, непонятно мне решение, почему вот именно этого медведя понерфили. Но скорее всего, опять же, из-за того, что это карта на природе, которая была неплохо полезна, хотя и не всегда имела какую-то вероятность на выпадение этого медведя. И им все равно. Просто берем, нерфим друида. Паладин всех имеет, маг всех имеет, deception всех имеет, hellroom всех имеют. Мы нерфим друида. Поздравляем. Дальше карта. Aspect of Axeliot. Изменен текст. Снижена стоимость с 3 до 2. И вместо 6 регена на существо, она вешает 1 регена. И за каждый реген на существе дает 1 урона. То есть, вот эта карта. Она дает... Было 3 маны, будет 2 маны. И будет давать плюс 1 реген. И сколько регена у существа, столько будет прибавлено к урона, к его базовому урону. Или к урону, который уже набафан на него. Такой себе баф. Но, возможно, заиграет, хотя карта довольно условная. Лучше... Но она заиграет в колоде с реген друидом. Там, где мы кидаем реген с помощью герсеями, с помощью гидры. И пытаемся каким-то образом набавить урон. Плюс есть существа из... Генезис... Не Генезис, а из Мортал Джаджмент сета. Которые накидывают реген с эхом. То есть, она накинула реген. Эхо накинула реген. Можно эту карту заюзать. Но слишком много должно сложиться обстоятельств, чтобы все это зашло. И это еще двойка у тебя была в руке. И потом ты ее тратишь. То есть, слишком много импакта в одну карту ты должен вместить. И эта карта еще должна выжить с регеном на столе это существо. И все потом это забафать. То есть, это такой баф в вакууме. Вряд ли это будет работать. Дальше. Эпи. Дум Колер. Изменены характеристики. С маны стал стоить не 8,5. И характеристики стали не 8,6, а 2,6. То есть, также имеет описание фронтлайн. После смерти каждое ваше существо дает дедли. Изменено на фронтлайн. На второе. Каждое союзное существо. Дружеское существо дает дедли. То есть. А в сути этого патча в том, что они поменяли off-use на friendly. Патчи в каждом существе, где было off-use creature. Стало везде friendly creature. Зачем этот баф? Непонятно. Они думают. Будут у всех описания дружественные. Мы друзья вам, ребята. Мы нерфим друида. Но мы у вас друзья. Мы не off-use, не вы, а друзья. Вот так. Вот, собственно говоря, эта карта. Apep Doomcaller. Был 8 маны. Станет. Сколько? 4 маны. 5 маны станет. Станет 5 маны. И будет afterlife точно такой же. Только не off-use creature, а friendly creature. 2,6. То есть, за 5 маны я очень сильно подвержен light and levy и единички light and levy. С empower на 2. Дальше. Dedicant. A challenge Dedicant. Изменена мана. Он стал стоить не 8 мана, а 7 маны. Изменены характеристики 7,6 на 5,4. То есть, ничего, собственно говоря, не изменилось. Так, это я закрою. 3 карты посмотрели. Dedicant. Вот, 4. А Blitz Protected Ward. 6,7. Будет стоить 7 маны. Их характеристики будет 5,4. 5,4 за 7 маны. Конечно, Blitz Protected Ward. Забей просто. Но потом, еще там текст будет изменен у этой карты. В духе, в духе всего сета. То есть, как они все это дошли до того, что меняют карты, высосав кровь из пальца. Изменения, которые так сильно взбодрит мету, ох, вы не представляете. Спойлер, это был сарказм. Дальше. Untamed Reground. Изменен текст. Дает конфуз каждому существу и рефреш 4 маны. Она будет делать, наносить 2 урона случайному вражескому существу и давать каждому существу конфуз. То есть, вот эта карта, которую все так любили, которую, не знаю, нерфит или не нерфит. Но она давала 4 маны. Рефрешила 4 маны за 1. Плюс, все были в конфузе. Сейчас она изменится. Будет стоить также 1 ману. Но будет наносить, вместо рефреша 4 маны, просто 2 урона. За 1 ману будет наносить 2 урона случайному вражескому существу. Вот, как мы видим. Наносит... А, ты выбираешь, кому нанести 2 урона. Нет, случайному. Наносит 2 урона случайному вражескому существу. То есть, это хуже конопи в 2 раза. Да еще, вершит на всех конфуз. Я даже не буду читать причины их нерфов. Они в очередной раз пытаются замедлить не мету на природе. Хотя, паладины просто спамят весь стол до 4 маны. И на 5 ману бафают всех существ 2-2. В 70% случаев. Зато мы замедляем природу. В очередной раз. Идем дальше. Изменены характеристики. С 5-3 на 3-5. Ремув текст, как это переводится. Удален текст. Ой, у нее еще регена не будет у этой амазонки. Какое чудо. Вы посмотрите. Она будет также стоить 4 маны. Характеристики будет. 3 урона, 5 здоровья. И не будет регена. Просто амазонка 3-5 за 4 маны. Такой бред. Если честно, такой бред. Так. Brilliant Intervention. Изменен текст. Дает фронтлайн. Фронтлайн. Существу. Полностью лечит его. Дает протект от существу и полностью лечит его. То есть, вот эта карта, которая давала фронтлайн вашему существу и полностью вылечивала. Теперь дает протект от полностью вылечивает. То есть, вы можете условно взять существо, разменяться эффективно, чтобы ваша выжила. Потом его выхилить полностью, дать бабл. Некая вторая жизнь. Но, как бы эта карта не использовалась никем. Был бы там фронтлайн или протект от, или бабл. Неважно. Не используется эта карта. Может быть, на каком-нибудь Метеорите плюс она будет использоваться. Либо на Железе плюс. Но точно не в мифике. Дальше. Пробежались по всем изменениям. То есть, это не нерфы, это просто изменения. Теперь бафы существ. Кавычка, бафы. Хантерка, Амазонка. За одну ману. Теперь будет стоить 2 маны. И у него будет характеристика 2-3. Вот это баф. Будет стоить 2 маны. Вот это имбовая Амазоночка. 2 маны. 2-3 с регеном 1. Даже нету ни варда, ни протекта. Один какой-то сраный реген. И за 2 маны. 2 маны. 3 здоровья. Но это же просто абсурд, ребята. Это такой абсурд. Какой-то баф. Это, я бы сказал, не знаю. Избиение младенцев. Баф. Тоже скажут тут. Флейм коллер. Карточка, конечно, интересная. Но, как и все остальные, абсолютно бессмысленная. У нее изменены характеристики. С 1-2, 1-3 стало. И изменен текст. Был. В начале вашего хода наносит 1 урона каждому вражескому чарактору. То есть, герою плюс всем существам. На конце вашего хода наносит 1 урон каждому вражескому чарактору. То есть, герою и всем существам. Вот эта карта. Она будет также стоить 5 маны, только будет 3 здоровья. То есть, за 5 маны какой-никакой, один по всем. Плюс один по герою. Довольно неплохо. Честно. Плюс у нее бэклайн. Бэклайн, как я вижу, не изменен. Поставив ее сверху ваших существ, она будет даже защищена немного. Но не защищена от нацеленных ремовов у мага или у десепшена. Десепшен ее также может украсть за 3 маны. Поэтому, ну, точно не для мифика карта. Идем дальше. Escape Silverback. Так, изменены характеристики с 5-4 на 5-5. Кстати, интересная обезьянка. На природу можно будет ее, в принципе, ложить. Если больше нечего ложить, кроме нее. Она имеет хорошие характеристики за свою ману. И наносит 1 урон случайному вражескому чарактору. То есть, либо герою, либо существу. В принципе, плюс-минус хороша. Кстати, за 5 маны она будет выпадать из пак Succession. Про который я говорил в начале, что больше из него не будет выпадать медведя. 6-5. Будет теперь 5-5 обезьяны вылетать. Но 5 урона это не сильно нам помогает против Enforcer. Идем дальше. Summoner Guide. Изменены характеристики с 2-5 на 2-6. Изменен текст. Первое время, когда вы призываете существо, каждое существо, каждый ход наносит 2 урона вашему оппоненту. Изменено на первое время, когда вы призываете существо, каждый ход наносит 2 урона сильнейшему вражескому существу. То есть, наносило только вражескому герою. Теперь это контроль, который защищает стол. Вот эта карта. Было 2-5, будет 2-6 за 5 маны. Тоже никогда она не использовалась и никогда не будет использоваться. Идем дальше. Radiant Sprint. Изменены характеристики с 3-4 на 4-4. Вот эта карточка в конце вашего хода случайно лечит союзного чарактора на 2. То есть, либо герой, либо существо. Она теперь 4-4 за 4 маны. В принципе, карта неплохая. Но только для колод, в которой нету карт получше. Например, Сеха, которая хилит. Либо еще какую-нибудь карту. Но не думаю, что она будет в каких-то сильных колодах. Баф хороший. Играбельности прибавилось. Но не имба. Дальше. Conversion. Изменен текст. Превращает существо в стоимостью 5 или меньше. В 2-2 коллит и дает protected. Хороший ремоф, но protected на коллите. Сомнительная задача. Она изменена на... Превращает существо в стоимостью 5 или меньше. В околита 2-2. То есть, больше protected не получают. Имеем какой-никакой ремоф. Так. Имеем какой-никакой ремоф. За... 4 маны. В принципе. Неплохое изменение. Возможно, даже заиграет. Но... Просто... Это как ордер. Если какой-нибудь таун стоит без варда, можно заюзать эту карту и... Разбить лицо. Неплохо. Бабла там больше не будет. Но... Какая-то карта никогда не игралась. Она играется только если у тебя ничего нету. Как самый последний случай ремофа для руки. Идем дальше. DogSideProvler. Изменен текст. Hide. Один ход. Hide. Один ход. Тоже. Сомнительное. Hide. For one turn. Hide. На один ход. Просто изменено будет. One. Единичка появится вместо one. Вот тебе изменения. Работаем. Работаем. Мы что, зря в нас инвестировали 200 миллионов долларов. Надо же как-то показывать нашу работу. Вместо one. Один. Возможно, это как-то будет упрощать подсчеты. Но какие подсчеты для Хайдена? Непонятно. First of the Death. Вот эта карта? Нет, не вот эта. Я пропустил, значит, Soul Borler. А вот, Soul Borler. Борган. Точно я пропустил. Изменен текст. Дает союзному существу Soulless. Берет карту. Изменена она. Дает существу Soulless. И берешь карту. То есть, ты можешь к любому существу накидывать Soulless. И взять карту. А вместо того, что ты можешь накидывать только союзному существу Soulless. Может быть, и заиграет, но не представляю. То есть, Soulless. Когда карта имеет Soulless. И идет воид. Она не попадает туда. Вот сейчас переведем. Первый раз, когда вызывать существо, так и не то. Дайте дружбу нарисовать. Если карточка с бездушным управлять с пустоту, вместо этого уничтожает ее. То есть, может быть против Hellroom и Control Light Off. Эта карта будет идеальна. То есть, ты как бы ремовишь того же самого 2-4, который вытягивает любую карту из воидового контроля Паладина. Либо же ты кидаешь Hellroom на такту, либо некро эту карту. И тоже он сжигается в воид, не попадает. И тем самым есть шанс как-то выиграть этих чуваков. Но это всего лишь контрит два класса. Против других классов эта карта бесполезна. Хотя и берешь карту. То есть, какой-никакой добор плюс ремов потенциальный. Довольно неплохо. Дальше, что у нас? Conversion это мы посмотрели. Роулер посмотрели. First of the death. First of the death. Изменен текст. Уничтожает союзное существо. Ваши остальные существа дают лич. То есть, лич это adjore решается. Изменено на... Уничтожает союзное существо. Ваши остальные существа получают лич. То есть, target friendly. Destroy target friendly. То есть, убрано слово target и все. Все изменения этой карты. Дальше. Victorious rent. Это ремовчик на вара, который наносит 3 урона поврежденному существу, либо герою. То есть, если вы героя нанесли 1 урона, а за 1 урона можно нанести еще 3 героя. За 1 ману можно нанести 3 урона герою. Либо 3 урона существу, если вы нанесли хотя бы 1 урона, и у него красное здоровье. То есть, просто изменено на damage to a damaged character. Это будет. Было damage to a damaged character. То есть, убрали... DL, DL, 3 damage, 3 damage, 2, 2, e... E damaged, 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 character, character. То есть, по сути говоря, копипаст сделали, ничего не поменяли. Style. Style change. Ничего не поменяли. Jump on. Тоже в jump on ничего не поменяли. Ransom. Ничего не поменяли. Over of the proof brew. Пиво. Ничего не поменяли. Victoria's rent. Jump on. Ничего не поменяли. Ransom. Ничего не поменяли. Пиво. Ничего не поменяли. Sectored broker. Тоже ничего не поменяли. Так как было. Road. If you have fewer card, less card. А, fewer. Как переводится fewer. А... Если у вас в руке меньше карт, чем у оппонента. Если у вас в руке меньше карт, чем у оппонента. Возьмите карту. Возьмите карту. То есть, собственно говоря, изменили просто... Условное... Условный перевод слова. На самом деле тоже. Ничего не поменялось. Sacred broker. Пиво. Sacred broker. Ничего не поменялось. Корп шовлер. Виньон текст. Виньон текст. Виньон сэнами крейча дайс. Ю дравы карт. Автоэнами крейча дайс. Дравы карт. То же самое. Ничего не поменяли. Вот у этой карты. Ничего не поменяли. То же самое. Все. Просто изменили описание путем изменением слов, но не изменением смысла. Анубин аншер. Ничего не поменяли. Вот Анубин аншер. Ничего. И... Twin Horn Rider поменяли. Twin Strike облиц местами. Когда нечего обменять смыслом, просто поменяем местами. Было Twin Strike Blitz, стало Blitz Twin Strike. Вот такие дела. Поэтому, ребята... Как мы понимаем, опять поняли. или природу. Но мы не отчаиваемся. И будем делать на ней 30 побед. Для этого она нужна. А ранг будем набивать на чем-нибудь еще. Посмотрим. Либо же, может быть, как-то природе будут подкручивать. Поэтому попробуем на природе. Ну... А на сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Звоните в колокольчики. И... Всем здоровья. Знаете, как я всем говорю на твиче. Вы лучшие. Поэтому... Счастливо. И пока.